Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по третьей книге Царств. И сегодня мы будем читать 13 главу этой книги. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню Вифиль, то есть на территорию Израиля, в то время как Ирваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. В оригинале даже сказано, что Ирваам стоял на жертвеннике, он даже залез на этот жертвенник, чтобы там вот то ли кочережкой разжигать все это, принести жертву, то есть вел себя как-то неблагоговейно. «И произнес к жертвеннику слово Господне». То есть это действие вот этого пророка, который пришел из Иудеи. «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, то есть родится когда-то, и принесет на тебе в жертву священника в высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». «И дал в тот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем рассыплется. Когда царь, то есть Ереваам, нечестивый царь, услышал слово человека Божие, произнесенное к жертвеннику в Вефиле, то простер Ереваам руку свою от жертвенника, говоря, возьмите его, и одеревенела рука его, которую он простер на него, то есть на пророка. «И не мог он поворотить ее к себе». То есть рука Ереваама застыла, она высохла, одеревенела, и он не мог ее обратить к себе. Давайте посмотрим, какое объяснение дают отцы. Амбросий Медиаланский в трактате о девах пишет. «И когда в храме Господа нашего Ереваам, порочнейший царь, взял дары, возложенные его отцом и предложил их идолам на святом алтаре, то разве не одеревенела его правая рука, которую он простер, и разве смогли помочь ему идолы, которых он призывал? Тогда, обращаясь к Господу, он просил прощения, и тут же рука его, одеревеневшая от святотарства, исцелилась исповеданием истинной веры. Так что совершенный пример дан здесь в одном лице. И милость Божия, и гнев его. Человек, совершающий святотарство, вдруг теряет правую руку, но, раскаившись, получает прощение». И действительно, то, что происходит далее, мы читаем. «И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, который дал человек Божий словом Господнем, и сказал царь Иерваам, человеку Божию, «Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божье лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стал, как прежде. И сказал царь человеку Божию, «Зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». Вот здесь мы видим, как по отношению к одному человеку сначала гнев Божий за святотарство, а потом, после того, как этот царь Иерваам раскаялся, Божье прощение. Потому что Господь милосерд, мы не можем сказать, что царь Иерваам стал потом лучше. Нет, он лучше не стал. Он продолжал приносить жертвы идолам, другим богам, и поддерживать вот это альтернативное капище, альтернативное самому храму. Но в тот момент, когда он попросил помощи, он попросил ее искренне, из этого мы делаем вывод, что Бог судит человека, не исходя из того, каким человек был, не исходя из того, каким он будет, а всегда исходя из того, какой человек вот на это время. Вот в этот момент Иерваам действительно раскаялся, действительно стал искать лица Божие и стал умолять человека Божия, пророка, помочь ему, и милость пришла к нему. Потому что, как сказано в Евангелии, довольно для каждого дня своей заботы. А так как Бог как бы каждый мир творит, каждый день творит как бы заново, есть такой образ в книге «Плач Иеремии», там сказано, что Бог каждое утро обновляет все свои благословения. То вот получается, что Он судит нас, не исходя из того, какими мы будем после этого, или какими мы были до этого, а вот какими мы сейчас. И таких случаев в Писании есть несколько. И в книге «Бытия», и в других текстах они встречаются. Итак, царь Иеробаам хочет пригласить человека Божия к себе во дворец, чтобы как-то угостить его, подкрепить его пищей. Но человек Божий сказал царю, «Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте». Более дословный перевод, «Хотя бы ты давал бы мне половину своего царства, я все равно не пойду к тебе есть». Человек Божий понимает, что вот эта милость, которую Господь оказал Иеробааму, она не поменяла ее Иеробаама. Это божественный хэсэд. Что значит хэсэд? Беспричинная милость. Она не имела в виду, что Иеробаам станет другим человеком. Просто он очень просил. И Бог избрал нас, как сказано в Новом Завете, не ради добрых дел, которые бы мы сотворили бы, то есть став христианами. Та же ситуация. Но нет. Он избрал нас, спас нас по своей милости. Он просто проявляет свой характер. И вот слово хэсэд означает беспричинную милость, потому что ни в прошлом Иеробаама не было ничего хорошего, ни в будущем не будет ничего хорошего. Вот в этот момент он обратился за помощью, и он ее получил. Человек Божий объясняет, почему он не зайдет в дом Иеробаама, чтобы покушать, «Ибо так заповедано мне словом Господнем, не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел». И пошел он другою дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел Вифлеем. Почему так? Человек Божий – это как бы посредник между людьми и Богом. Помните, когда один человек согрешил, Господь сказал ему во сне, «Попроси Авраама, чтобы он за тебя помолился, мне». И когда человек Божий шел в эту землю, он мог сотворить много добра. Если он будет возвращаться той же дорогой, то люди захотят его отблагодарить. Но ему нельзя здесь ничего есть, ничего пить. Это земля, которая уклонилась от путей Господних. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел Вифиль. В Вифиле жил один пророк, старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. То есть сначала один сын пришел, рассказал, потом другие сыновья подошли, и они как бы вот рассказали все, что происходило. И пересказали слова, которые говорил человек Божий. А слова были те, что из рода Давида восстанет потомок Давида, имя ему Иосию, и он сожжет кости всех тех, которые приносили жертвы на высотах, которые поклонялись идолам и так далее. И вот эти слова испугали этого пророка-старца. Давайте посмотрим комментарии. Личность этого пророка-старца интересная. Одни считали его пророком, другие говорили, отцы, что все-таки он был лжепророк. Это комментарии Ишада Меровского, комментарии на книге «Царств». Автор комментарии пишет. Некоторые авторы утверждают, что пророк-старец не был самозванцем, но пригласил истинного пророка подкрепиться пищей из человеческого сочувствия, чтобы он мог освежиться и принять благодарность за советы Иервааму. То есть за те предостережения. Именно потому Бог в результате всего не наказал его. То есть этот пророк-старец не был наказан никак. «По мнению других он, то есть этот пророк-старец, был лжепророком, ибо если бы он был истинным пророком, как утверждали другие, он не стал бы вводить в заблуждение пророка истинного, а его дети не служили бы в доме идолов, они же все пришли от этого жертвоприношения. Потому он вышел навстречу пророков для того, чтобы соблазнить его». Вот такое объяснение дает Ишедат Мерский. На самом деле не все так просто. этот человек, скорее всего, действительно он был лжепророком, потому что он обманет человека Божия, который пришел в их землю. Но он понял смысл пророчества, что кости будут сожжены всех значительных людей Израиля. И он затеял очень опасную интригу. И мы читаем. И спросил их отец их, какую дорогу он пошел. И показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, «Оседлайте мне осла». И оседлали ему осла. И он сел на него и поехал за человеком Божиим. и нашел его сидящего под дубом. И сказал ему, «Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?» В оригинале он сидел не под дубом, а под теревинфом. И так вот этот местный лжепророк спрашивает, «Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?» И сказал тот я, и сказал ему, вот этот пророк старец в кавычках, «Зайди ко мне в дом и поешь хлеба». Тот сказал, «Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеба, не буду пить у тебя воды в всем месте, ибо словом Господнем сказано мне, не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел». И сказал он ему, «И я пророк», вот этот в кавычках старец пророк, сказал ему пророку из Иудеи, «И я пророк, такой же как ты, и ангел говорил мне словом Господнем, и сказал, вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды, он солгал ему, даже если он и был пророком, как некоторые предполагают, в этом случае он, конечно, лжепророчествует, никакой ангел ему ничего такого не говорил. «И тот воротился с ним, поверил ему, и поел хлеба в его доме, и напился воды. когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его». Даже если он был только лжепророк, вдруг неожиданно Господь начинает говорить через него, как Господь говорит и через ослицу. «И произнес он к человеку Божьему, пришедшему из Иудеи, и сказал, так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеления, которые заповедовал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». То есть ты погибнешь где-то на дороге и твои родственники не смогут похоронить тебя в гробе, где гробница отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, можно только представить, какое состояние у него, он оседлал осла, для пророка, которого он воротил, здесь больше говорится об этом в кавычках пророки-старцы, и отправился тот озадаченный пророчеством, и встретил его на дороге лев и умертвил его, и лежало тело его брошенное на дороге, осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал, это человек Божий, который не повиновался устам Господа. Вина на нем лежит, но он за собой ее как бы и не чувствует. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, который он изрек ему. Здесь он не говорит через меня, ему может быть стыдно, Бог впервые возможно говорил через него. И сказал сыновьям своим, оседлайте мне осла, и оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге, осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. То есть как будто лев вышел только для того, чтобы умертвить пророка, больше он ничего не мог делать. И поднял пророк тело человека Божия, положил его на осла, на его же осла, сам едет на своем, и повез его обратно. И пошел пророк старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице и плакал по нем, увы, брат мой. После погребения его он сказал сыновьям своим, когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий, подле костей его положите кости мои. Вот, возможно, главная причина, почему он устроил такую интригу. Он же узнал пророчество, что кости всех лидеров, которые приносили жертвы всякие, они будут сожжены потомкам Давида. А если он будет похоронен рядом с костями настоящего пророка, пророка из Иудеи, то, может быть, это будет основание пощадить его кости, потому что древние, они придавали значение погребению, мы помним, как Авраам заботился о том, чтобы было специальное место, это была пещера Махпела, сдвоенная пещера, чтобы там похоронить свою супругу, и потом сам был похоронен там. «Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике Вифилии и о всех капищах на высотах в городах самарийских». Вот здесь он как бы прозревает, потому что все исполняется так, как уже было сказано. Давайте посмотрим объяснение на 31 стих. Здесь есть объяснение Блаженного Августина. «Весьма здраво рассудил обманщик человека Божия». Августин называет этого старца пророка в кавычках «обманщика». «Он позаботился похоронить его с почестями в своей усыпальнице, а также распорядился и себя похоронить подле костей человека Божия в надежде уберечь свои собственные кости в то время по пророчеству человека Божия, когда Иосия, царь иудейский, раскопает кости многих из мертвых и осквернит возведенные перед статуями идолов кощунственные алтари. Иосия пощадил эту могилу, в которой лежал пророк, предсказавший более трехсот лет тому назад описываемые события. и только ради него не было разорено место захоронения того человека, который обманул человека Божия. Из чувства благоговения перед собственным телом он позаботился о своих останках, убив свою душу обманом. То есть Августин рассуждает, ну а что он сберег? Костя а своим обманом погубил пророка, значит погубила свою душу. Августин продолжает, отсюда следует, что ему послужило истинным наказанием узнать о том, что он не будет захоронен в могиле своих отцов, ибо каждый питает собственную привязанность к своей плоти. Поэтому он позаботился о том, чтобы его кости сохранились благодаря захоронению их рядом с останками того, чью могилу никто не потревожит. То есть его положили в месте, который, в общем-то, этот человек особо и не планировал, что это будет его гроб, но тут была гарантия, что кости сохранятся и не будут сожжены на этих ложных алтарях. «Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». И 33 стих и до конца. И после сего события Иерваам не сошел со своей худой дороги. Вот то, о чем мы говорили, это чудо, оно не исправило Иерваама, но оно произошло. Значит, действительно, Бог оценивает человека, даже не исходя из того, чем все кончится в его жизни, что было в прошлом, а вот искренность настоящего положения. И после сего события Иерваам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Вот это грех Иерваама. Он ставил священниками простых людей, не из колена Левина, как сейчас, например, все сектанты, почти все, повторяют грех Иерваама. Не имея законного рукоположения, они рукополагают самосвятов. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иерваамов ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. То есть это тяжелый грех, когда священниками ставят тех, которые не имеют права быть священниками. Наше христианское священство является законным, потому что мы можем проследить порядок рукоположения от апостольских времен до епископата нашей церкви теперешнего времени, и все священники декана, которые получают рукоположение от законных епископов, они сами законные священнослужители. А грех Иерваама это и альтернативный Иерусалимскому храму культ, который он создает, двух тельцов он поставил, и то, что он поставлял людей на священство, хотя сам не имел на это никакого права. Итак, из сегодняшней главы мы выучили некоторые интересные уроки. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, то мы будем читать 14-ю главу Третьей книги Царства. Третьей Третьей